всем привет с вами канал sober vision и сегодня у нас видео которое сочетает в себе две новинки во первых это новые муравьи которые у меня появились а во вторых это новый формикарий каблук который мы сегодня будем декорировать и заселять в него этих интересных муравьев начнем с муравьев если еще не догадались то это мир микария сп кстати сп в названии означает что конкретный вид неизвестен какая конкретно мир микария к сожалению определить не получилось ведь большинство видов отличается микроскопическими различиями это была поймана во вьетнаме а конкретно в горных районах вьетнама где же я ее взял конечно купил и купил в очень проверенном и надежном магазине в магазине аншоп ребята более 15 лет занимаются муравьями там действительно работают профессионалы которые не продадут вам замученных мурашей все муравьи находятся практически в идеальных условиях и продаются только те колонии которые уже активно развиваются это очень важно особенно при покупке мир микарий которые славятся тем что на начальном этапе развития могут активно поедать свой расплод и не факт что их получится поднять с одной матки немаловажно что цены в этом магазине совсем не кусаются ссылочку на магазин аншоп я оставлю в описании кстати у них еще есть и группа в к муравьи мне пришли вот в такой пробирки где уже было около 20 рабочих и гора расплода на всех стадиях развития сразу бросается в глаза их необычное передвижение муравьи подгибает брюшко матка очень красивая и имеет интересный окрас по особенностям содержания стоит отметить только сложность поднятия колонии с нуля а так как обычно влажность 60 80 процентов и желателен гипсовый формикарий так как это горные обитатели температура думаю для них нужна не очень большая хотя у меня они отлично себя чувствуют при температуре в 25 градусов по цельсию некоторые рекомендуют на арену насыпать для них землю муравьи могут делать туннели и по этим туннелям перемещаться например до места кормления может это как-нибудь и проверим в начале эту колонию я хотел заселить формикарий азия и подключить большую самосборную арену но потом у меня появился первый экспериментальный вариант формикария каблук я решил заселить их именно в этот формикарий тем более влажность он держит отлично первая версия плохо стыковалась и на арене были щели которые я заделал термоклеем этот косяк был конечно устранен из отличий от старой версии можно отметить появление более надежных перемычек увеличилась арена ширина которой выросла до 11 сантиметров изменилась крышка она стала круглой и в ней появилась вентиляция ну и конечно расцветка я не люблю оставлять арену без декора ну или довольствоваться всего лишь установкой черепа или еще какой-нибудь мега крутой фигурки по моему лучше попытаться воссоздать какой-нибудь природный ландшафт по старинке я взял уже полюбившуюся мной затирочную смесь на основе цемента насыпаем ее в подходящую емкость и добавляем воду перемешиваем и добиваемся не жидкой как вода но и не очень густой консистенции нечто среднее получившуюся массу размещаем на арене и формируем неровности так будет гораздо интереснее наблюдать за муравьями после этого я установил пару камней которые приобрел в аквариумном магазине там они обычно продаются на развес мне понравились камни именно такой вот фактуры ну и конечно устанавливаем растения это пластиковые растения также из аквариумного магазина зеленый цвет освежает получившиеся творения в этот раз я хотел реализовать что-нибудь интересное в планах было разместить камни таким образом чтобы они возвышались над верхним стеклом арены но вдруг муравьи будут очень уж прытками и надумают таким образом убегать поэтому от такой идеи я отказался и решил вместо возвышающихся камней сделать выходящие за пределы арены растения в крайнем случае их можно всегда подрезать и закрыть формикарий крышкой по-моему получилось достаточно интересно особенно будет интересно когда прямо рядом с вами на рабочем столе по таким растениям будут ползать муравьи думаю такой вариант эффектно будет смотреться ну и в самом конце после того как мы уже установили весь декор засыпаем все песком либо мелкими камушками в данном случае я засыпал песком крупной фракции заселять колонию мир микарий было решено через специальное входное отверстие в гнезде я подключил пробирку покормил муравьев и был вынужден уехать на 10 дней новогодние праздники что сказать конечно же я увлажнил гнездо и накрыл его красной пленкой по приезду я был приятно удивлен тому что муравьи сами без лишнего стресса переехали мне оставалось только отключить пробирку суета с моей стороны конечно было по приезду я начал метаться между колониями кормить поить увлажнять убирать и так далее тут было не до съемок благо потерь не было колония вполне хорошо себя чувствует в своем новом доме периодически несколько рабочих путешествует по арене ползают по камням и растениям муравьи очень любят пить сахарный сироп из белка я даю им небольших туркменских тараканов и личинок знахаря фрукты пока не давал мир микария начала распаковывать первые коконы которые кстати сказать у нее как и жнецов без верхней оболочки яйца прибавляются и прибавляются в общем проблем с этой колонии нет красивые и интересные муравьи вообще я прихожу к мысли что надо иметь ну максимум три колонии которые надо развивать по максимуму строить им большие аквариумы литров по 200 300 украшать натуральными растениями и делать красивую подсветку держать 10 колоний если целый день на работе и уделять каждой колонии по 2 минуты в день это не по мне поэтому сейчас часть колоний я буду продавать на очереди огненные муравьи и компонатус альбаспарсус их вы можете купить перейдя по ссылке в описании в нашем магазине там же вы найдете новый фармикарий каблук на сегодня все ребята не забывайте перейти по ссылке в описании в магазин аншоп спасибо что посмотрели видео и всем до новых встреч пока пока все они ну ну